Телеканал КРТ представляет Я жил, я работал в архивах открытых СБУ, они назывались архивы КГБ СССР, сейчас архивы СБУ, открытые до 1991 года. За время существования Советского Союза был осуществлен геноцид собственного населения. Были убиты миллионы людей. Как можно осуществлять геноцид, если население растет? И как можно называть демократическим процветанием, когда население падает? Население падало. Что вы? Население падало. Вы немножко не владеете историей. Я сейчас говорю до 1991 года, 52 миллиона и после. Нет, я сейчас про Советский Союз, а теперь про Украину. Сейчас расскажу. Сначала про Советский Союз. В течение, давайте, с 1917 года по 1991, это получается 74 года существования Советского Союза. То есть так геноцидили, что население постоянно росло? Было осуществлен геноцид собственного населения, в результате которого миллионы людей были убиты. Убиты. А население при этом росло? Я не закончил. Высланы и дискриминированы. 1917-1920 год, гражданская война. Около 9 миллионов погибших. 1932-1933 год. 7-8 миллионов погибших в голод. Голодом уморили своих людей на плодородных землях. Ну это вообще отдельная тема для разбирательства. Подонки. 1937-1939 год. Несколько миллионов сосланы и убиты. За несогласие с советской властью. Так а как тогда население росло? Я не закончил. 1941-1945 год. Ну миллионов 30 просто убито бездарно немцами, но их бездарно кинули в котел этой войны. Население падало. Ну судя по всему, что победили, нормально. Население падало, а не росло. Падало. Так если вот брать, смотреть графики, оно же четко росло. Нет. Оно падало только тогда, когда была Великая Отечественная война. Если посмотреть графики, как оно должно было расти и как оно росло, это разные вещи. А, то есть должно было просто больше расти? Ну население должно было быть уже, я не знаю, 300-400-500 миллионов населения Советского Союза. А сколько не родилось детей? Теперь по Украине. Украина население составляло на 1991 год 52 миллиона человек. Вследствие безобразной политики украинских властей, безобразной. Ну вследствие имеется ввиду переворота и вот... Что такое переворот? Вот то, что было после Кравчука. Давайте так. Распад Советского Союза... Это вы имеете ввиду бездарная политика? Распад Советского Союза был назревшей необходимостью. Предположим. Советский Союз уже не мог держаться. Так получается, после Кравчука, когда он, получается, поучаствовал в этом деле. Продолжаю. Вследствие безобразной политики украинских властей, абсолютно всех президентов, независимо от моего хорошего отношения к Леониду Макаровичу и Леониду Даниловичу, абсолютно всех президентов, премьер-министров и так далее, украинских властей, на местах в том числе, люди стали массово выезжать за рубеж. За это время уехала за рубеж в поисках заработков 10-11 миллионов украинцев. Это официальные данные. Плюс смертность превышала рождаемость и продолжает превышать рождаемость. Вот и все. Я думаю, что у нас даже 30 миллионов на сегодня нет. Мне так кажется. То есть, когда немцы Великую Отечественную войну угоняли на работу в Германию, это вы просто называете выехавшие люди, получается? Нет. Мне просто интересно... Я говорил о выехавших людях. Конкретно, когда наши люди едут за границу, они там не получают гражданство. Они получают, по сути, урезанный формат прав. Их, по сути, там держат за такие, знаете, низкоквалифицированные, а в некоторых случаях высоко квалифицированную рабочую силу. Многие получают гражданство. Они в очень неконкурентных условиях с местными. И получается, что тогда немцы не смогли силой оружия количество людей оформить в ту сторону. А сейчас просто, благодаря условно новой политике, в таких же количествах, еще и в больших, люди просто едут на заработки, потому что вынуждены это делать. Нет рабочих мест здесь. Дима, места есть рабочие здесь. Просто они недостаточно оцениваются, и люди едут на Запад, потому что там... Живет создание условий. А. Больше платят. Б. Безопасность лучше. В. Перспективы лучше. Если бы они видели в своей стране больше денег, больше безопасности и больше перспектив, то есть уверенности в завтрашнем дне, они бы никуда не ехали. Раз люди уезжают, значит им плохо. Значит они себя не могут найти. И это результат неудачного правления руководства Украины. Субтитры используют. Продолжение следует...